Звезды театра и кино. Красный факел в честь юбилея вспомнил актеров, которые блистали не только на сцене, но и в кадре. Выставку открыли в Центре культуры и отдыха Победа, в залах Белой галереи. За 100 лет истории театра более 40 актеров нашли себя и на съемочной площадке, и стали известны всей стране. Анна Буянова продолжит. На стенах Белой галереи в Победе знакомые новосибирцам лица. Лица актеров театра – красный факел. На фото 42 артиста, которые играли не только на сцене, но и в кино. Кто-то у нас начали сниматься активно после того, как переехали в Москву или Санкт-Петербург, такие как Виталий Коваленко, Максим Бедюков и другие. Сергей Пиора. Многие сейчас, они много снимаются. Один Влад Резник, который здесь, может быть, играл не самые ведущие роли, но на сегодняшний день, его список послужной в кино, он просто востребован очень серьезно. И таких много. Выставка «Факел-100» снята, посвящена юбилею театра. Актеры рассказывают, играть на съемочной площадке и на театральной сцене одинаково интересно. Театр хорош тем, что ты играешь постоянно эту роль и можешь ее развивать, и куда-то везти и так далее. А кино прекрасно тем, что это какое-то определенное чудо, когда ты рождаешь, и вот она остается навсегда. Но там, мне кажется, в кино интересен сам процесс рождения, вот когда ты это создаешь. Потому что потом все, картинка, она вот такая, какая она есть, ее не изменить. Быть артистом одновременно и театра, и кино – увлекательно и сложно. Графики съемок и репетиции спектакля часто совпадают. Актерам приходится метаться между двух огней, в таком ритме легко перегореть. Один из создателей выставки, артист театра и кино Егор Овечкин, рассказывает, к таким трудностям готовят еще во время учебы. На самом деле, это интересно как опыт. Потому что я уже поработал артистом, я работаю артистом, поработал театральным художником тоже несколько постановок, в том числе и в «Красном факеле». А работа над выставкой – это что-то еще. Это, может быть, в некоторых аспектах сродни театральному делу. Но это что-то новое. Попасть на выставку можно по билету на любой сеанс в кинотеатре «Победа» или на спектакль театра «Красный факел». На следующей неделе в «Победе» стартует новый кинофестиваль. Покажут знаменитые спектакли краснофакельцев, которых уже давно нет в афише. Татьяна Кияева, Анна Буянова и Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.